Всем привет! Меня зовут Ольга Вастикова. Вы смотрите канал Дай 5, шоу История одной вещи. Сегодня я расскажу вам про историю возникновения татуировок. История татуировки насчитывает не менее 600 тысяч лет. Самые древние татуировки найдены при раскопках египетских пирамид. Мумием около 4 тысяч лет, но рисунки на высохшей коже отлично заметны. Однако появилась татуировка гораздо раньше, при первобытно-общинном строе. Она служила не только украшением, но и знаком племени, рода, тотема. Указывала на социальную принадлежность ее обладателя. А кроме того, наделялась определенной магической силой. Причины возникновения обычая татуировки тоже не совсем ясны. По одной теории, это логический процесс от естественных повреждений кожи, случайно полученных людьми каменного века. Раны и кровоподтеки сливались причудливые шрамы, отличавшие их носителей от цеплеменников в выгодную сторону, как храброго воина и удачливого охотника. Глубоки исторические корни. Тату-география не менее внушительная. Различные виды татуировок практиковались у светлокожих народов всего мира. А у темнокожих заменялись рубцевания. Именно индийские племена Индонезии и Полинезии, где практика тату непрерывно передается из поколения в поколение, служат лучшим доказательством социальной значимости татуировок. Едва ли не все стороны жизни этих людей связаны с тату. От рождения до смерти. И уж, конечно, нет такой части тела, над которой бы не потрудился местный художник. Лицо всегда на виду, поэтому лицо украшается в первую очередь. Племена Майори из Новой Зеландии носят на лицах маскообразные татуировки Мокко. По местным обычаям, если у погибшего воина на лице была маска Мокко, он удоставился высшей почести. Его голову отрезали и хранили, как реликвию племени. А трупы нераскрашенных воинов оставляли на растерзание диким животным. Женщины японских аборигенов Айну обозначали татуировкой на лице свое семейное положение. Интересно, а у этих японских женщин был статус все сложным? По узорам на губах, щеках и веках можно было определить, замужем ли женщина и сколько у нее детей. В некоторых местах ситуация с женскими тату доходила до крайности. На атолле Нарука детей, рожденных не татуированными женщинами, убивали при рождении. Татуировка связана и с так называемыми переходными обрядами. Будь то посвящение юноше в зрелые мужчины или переселение из этой жизни в загробный мир. Кроме того, у разных народов татуировки наделялись самыми разнообразными магическими свойствами. Детей оберегали от родительского гнева, взрослых защищали в бою и на охоте. Прославяне наши предки для нанесения татуировок пользовались глиняными штампами или печатями. К сожалению, с распространением христианства обычай татуировки стал безжалостно искореняться, как составная часть языческих обрядов, и практически угас. Тем более в Ветхом Завете сказано ясно. Ради умершего не делайте надрезов на вашем теле и не накалывайте на себя письмена. Запрет был настолько суровым, что татуировки не практиковались среди европейцев вплоть до 18 века. Но по иронии судьбы, когда христианские миссионеры отправлялись в дальние страны обращать свою веру дикие племена, моряки с их кораблей обзаводились там шикарными татуировками на память о путешествиях. Печально известный капитан Джеймс Кук внес наиболее ведомый вклад в дело возрождения татуировок Европе. Вернувшись из плавания в 1769 году, он привез в таите не только само слово тату, но и великого Амайи. Сплошь из татуированного планезийца. Он стал сенсацией. Первый живой тату галереи. И вскоре ни одно уважающее себя представление, ярмарка или бродячий цирк не обходились без участия знатного дикаря. К концу 19 века мода на аборигенов спала. Вместо них на ярмарках стали выступать сами американцы и европейцы. Например, некая леди Виола щеголяла портретами шести американских президентов, Чарли Чаплина и многих других знаменитостей, вызывая восторги толпы уже нашего столетия. В итоге древнее искусство дошло до уровня дешевого ширпотреба. Отсутствие спроса на достойную продукцию расхолаживало татуировщиков, лишало стимула к творчеству и новым стилистическим разработкам. А ведь именно тогда, в 1891 году, американец Арейли изобрел электрическую татуировочную машину. Она заменила всевозможные самодельные инструменты и приспособления. Но даже технический прогресс не сдвинул дело с мертвой точки. Всю первую половину 20 века и Европа, и Америка ходили со стандартным набором незамысловатых татуировок. И только благодаря мощному всплеску молодежной культуры 50-60-х годов появилось новое поколение татуировщиков. Они были творчески амбициозны и ставили смелые эксперименты, которые вновь возвели тату в рамк искусства. Так начался новый современный этап тысячелетней тату. А у тебя есть тату? Если да, то напиши в комментариях. Или напиши, какую татуировку ты бы хотел себе сделать. Вот как-то так. Теперь вы знаете больше. Спасибо, что посмотрели наши видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была я, Ольга Вастикова. До скорой встречи. Мне кажется, что в меня селяется злобная сила, когда я одеваю кожаную куртку. Так что осторожнее со мной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!